МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создается вдохновение, но плод трудов упорных можно и реализовать. Талдыкурганка Айдана Белялова покоряет Инстаграм своей продукцией. Гонки по вертикали, горизонтали и диагонали. В окрестностях Текели устроили эндурокрос для мотогонщиков. Собрались любители экстрима из разных регионов. К досудебному разрешению конфликтов подключат общественность Ассамблею народа Казахстана и партию Нур-Отан. Сегодня меморандум о сотрудничестве в рамках модернизации судебной системы страны подписан между Алматинским областным судом, Акиматом, областной ассамблеей и филиалом партии Нур-Отан. Сразу 11 целевых шагов отведено судебной системе в плане нации. По сути, национальному правосудию предстоит глобальная модернизация. Должно оно стать не просто честным и справедливым, но и более открытым для народа. Ряд нововведений, доложил Акиму области, председатель областного суда, уже позволили значительно усовершенствовать отправление правосудия в регионе и сократить обращение населения. Усовершенствована и действует система наставничества, введённый институт поручительства, непрерывная система судейского образования, повышение квалификации. Немаловажная роль в уменьшении количеств жалоб на суде сыграло внедрение аудио-видео фиксации. Практически 96% судебных залов по всему региону Алматинской области установлено в виде аудио-фиксации, и все судебные дела, уголовные гражданские административные дела рассматриваются в режиме аудио-видео фиксации. Данный вопрос практически сыграл сегодняшнюю роль. Если в примере сказать, Аман Габарович, в прошлом году на действие судей поступило 8 жалоб, на сегодняшний день за 6 месяцев текущего года практически поступило 1 жалоба. До судебному разрешению дел сегодня особое внимание. Президент в плане нации поручил сократить общее количество судебных споров. Алматинская область поручение Ельбасы выполнила лучше всех. Регион признан лидером в стране по внедрению и развитию института медиации. 37 таких кабинетов при районных и сельских акиматах уже действуют в области. По всей республике в данное время Алматинская область занимает самое первое место. Сейчас более тысячи граждан в уголовных дел судами Алматинской области приведены к медиативному соглашению. Это касается в отношении гражданского дела сторонами, когда там разные споры. Там о расторжении брака, о высканении суммы, там земельные споры. А по уголовным делам, которые когда идут, допустим, в преступление против собственности. Улучшить показатели и как можно больше разрешить споров, не доводя дело до суда. Отныне над выполнением этой задачи будут работать не только судьи, но и общественность, члены Ассамблеи народа Казахстана и нуратановцы. Свои цели и обязанности они определили в меморандуме о сотрудничестве. От лица Ассамблеи, как председатель областного филиала Института дружбы, а также областного подразделения партии, соглашение подписал Аким области. Амандык Батылов отметил, нет ничего важнее взаимопонимания и согласия в обществе, а потому все зависящее от сторон в деле укрепления стабильности будет безоговорочно выполнено. Вот это вот мероприятие, первое в республике его осуществляем, и открытие вот этих центров по то судебного и внесудебного разбирательства каких-то конфликтных ситуаций, и вот применение Института медиации дает уже такой очень хороший эффект, тем более в нашей Алматинской области, когда территория большая, население 2 миллиона человек. А результат работы, все это для жителей Алматинской области, для тех людей, которые здесь живут. Поэтому взаимодействие исполнительных органов и органов законодательных, я думаю, в последующем дает хороший такой результат. Алматинский областной суд первый в стране подписал подобный меморандум и намерен не уступать лидерству в деле эффективного исполнения поручений президента в рамках реформирования судебной системы. В первостепенных планах судей кабинеты медиации открыть в каждом населенном пункте и помочь людям, не тратя время и деньги, на судебное разрешение конфликта уладить все мирным путем. Уже более тысячи человек воспользовались такой возможностью. Анталия Хайминка, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСУ, Талды Курган. Форум патриотов. В Доме культуры поселка Карабулак из Кельдинского района собрались те, кто неравнодушен к судьбе страны, кто трудится под одним шенраком и воплощает идею Менгалик-Ель. Именно патриотический акт Менгалик-Ель должен стать основой для консолидации гражданских сил общества, было отмечено на форуме. Это сохранит достижения нашей страны и станет масштабным прорывом для вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира. Большую роль в объединении этносов нашей страны сыграло создание Ассамблеи народа Казахстана. Ведь только совместными усилиями можно выполнить национальный план «100 конкретных шагов» и реализовать идею Менгалик-Ель. Сегодня большой вклад в социально-экономическое развитие страны своей деятельностью вносят женщины-предприниматели. Примером, когда именно слабый пол проявляет активность в бизнесе, немало. В целом более 40% субъектов малого и среднего предпринимательства в Искельдинском районе – это женщины. Самые активные и предприимчивые были награждены грамотами и благодарственными письмами. Менгалик-Ель – это сердце женщины. Женщины – это жизнь. Если мы хотим действительно стать Менгалик-Ель, то мы должны в первую очередь создать условия, улучшить благосостояние, жизнь и здоровье наших женщин, наших девушек, будущих мам. Поэтому совет матерей, в основном, наша задача, наша цель – сохранение здоровья женщины. Чтобы помнили, «Отаншин от Хацкиндир» – так называется отечественный документальный фильм, рассказывающий о подвигах казахстанцев во время Великой Отечественной войны. Презентация произведения «Заутбека Туризбекова» состоялась в городе Капшагай. Продолжит наш корреспондент. Показ фильма прошел в рамках проекта «Партия Нуротан Ардагирлерда Ардахтаек». Первыми зрителями стали жители города Капшагай. По словам автора идеи, произведение основано на архивных материалах. Это главная изюминка фильма. На его создание ушло 4 года. Главная цель киноленты – показать вклад Казахстана в Великую Победу. Я работаю в Российской Федерации, в Украине. Когда мы хотели присвоить имя Панфиловской дивизии в метро, понял, что многие не знают вклад Казахстана в Великую Отечественную войну. И зародилась идея создать этот фильм. Теперь этот фильм я по возможности показываю в регионах. Это больше нужно, наверное, не тем, кто погиб, а это нужно молодежи. И мы должны воспитывать, потому что патриотизм стоит на плечах предков. Это предки, которым было тогда 18-20 лет. 60% из них не оставили даже потомства. Погибли во имя нас. И надо, чтобы каждый молодой человек знал, какой вклад в эту Великую Победу внес казахстанский народ. К слову, фильм уже известен за пределами Казахстана. Три месяца назад кинолента приняла участие в международном конкурсе документальных фильмов. Среди 150 работ, созданных в 24 странах мира, отечественное произведение заняла Гран-при. Жюри оценило труд авторов, ведь кадры для фильма практически собирали по крупицам из архивов, чтобы создать атмосферу тех военных лет. По словам создателей картины, основная цель достигнута. Казахстан внес огромный вклад. В нашем городе проживает 8 участников Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт. 630 тысяч погибло. Мы доказали, что все факты, которые показаны в фильме, они документально обоснованы. Тем самым мы, я полагаю, рассказали всем нашим дружественным странам, показали вклад Казахстана в Великую Отечественную войну. В нашем городе проживает 8 участников Великой Отечественной войны, которые находятся в довольно преклонном возрасте. На сегодня на показ фильма даже ни один из них не смог прийти. Но они продолжают работать среди молодежи. Конечно, этот фильм нужен для нашей молодежи, и мы его должны показывать по всем школам, комментировать, беседовать об этом фильме, и, конечно, понимать значение казахстанцев в этой Великой Победе. Отметим, во время своего рабочего визита в Капшига секретарь партии Нуратан Заутбек Туризбеков посетил теплицу Гринланд-Алатау и завод Пеноплекс. Ознакомился с ходом их работы, новыми технологиями, а также встретился с работниками предприятия. Взяв на заметку волнующие вопросы, Нуратановец пообещал оказать содействие в их решении. Асим Кощегулова, Жизира Исаева, Степан Мережко, телеканал ЖТСУ. В Назарбаев интеллектуальной школе Талдыкурган прошел выпускной бал. 90 ребят получили путевку во взрослую жизнь. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Долгожданный выпускной бал. Грустный и в то же время волнующий момент в жизни выпускника. Этот вечер запомнится надолго. Преподавательский состав школы каждый год оказывает выпускникам особое уважение. Так, в этом году учителя подготовили видеоролик с пожеланиями и интересными моментами из жизни вчерашних школьников. Ниж города Талдыкурган неоднократно удостаивалось звание «Лучшая олимпийская школа». И в этом году она подтвердила свой почетный титул. В этом году наша школа стала лучшей олимпийской школой 2016. Наряду с этим наши школьники начальных и старших классов приняли участие в международной олимпиаде, проектных работ и привезли призовые места. В целом учебный год прошел для нас удачно. В этом году оценивали по формату, разработанному совместно с Кембриджским университетом. В качестве обязательных предметов учащиеся, помимо математики и предмета по выбору, сдавали литературу, Казахстан в современном мире и проектную работу. Экзамен превзошел ожидания преподавателей. 24 выпускника получили 125 баллов по сертификату ЕНТ. 7 учащихся удостоились звания Алтенбельга. Еще 4 выпускника получили аттестат особого образца. На самом деле в двух словах не описать того, чего дала мне эта школа. Но знаете, во-первых, это океан знаний просто. Это открытые двери в новый большой мир и невероятные возможности вообще. И я благодарна школе вообще за этот день, за все эти годы, что я могу спокойно войти сейчас, вот, на Зарбаев университет и показывать то, чему меня здесь научили. И огромная благодарность просто всем моим родителям, учителям, школе, администрации. И просто спасибо. Все дети, которые вот в этом выпуске, они действительно такие очень яркие, очень талантливые. Конечно же, школа дала очень много возможностей. Это и для того, чтобы в интеллектуальном развитии они достигли хороших очень успехов, хороших высот. И в творческом развитии многие из них раскрыли свой потенциал. И, конечно же, я очень благодарна учителям всем, которые, ну вот, дали такой старт нашим детям, низкий им поклон, здоровье, счастье и благополучие. Отметим, 20 учеников прошли конкурсный отбор для обучения в Назарбаев университете, а 12 выпускников приглашены на обучение за рубежом. По традиции, выпускной бал завершился прощальным вальсом. Эльвира Ликерова, Ержан Дуйсенов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Путешественники рассказали о самых дорогих городах мира. Американская аналитическая компания Меркер опубликовала ежегодный рейтинг дороговизны городов планеты для проживания иностранцев. Из 209 городов мира, какой же оказался самым дорогим? Об этих и других событиях в мире в блоке зарубежных новостей. В Цюрихе хот-дог 8 евро, комната в Гонконге 1000 долларов, такси в Ташкенте 1 доллар. Сравнив расходы на жилье, транспорт, питание, одежду и развлечения, в 209 городах по всему миру эксперты признали на сегодня самым дорогим в мире городом Гонконг, который обогнал столицу Анголы Луанду, лидера прошлогоднего рейтинга. Столица африканской страны, известной своими алмазными шахтами, потеряла свою лидирующую позицию из-за падения национальной валюты Кванзу и оказалась на втором месте. Ничего не изменилось за год в позиции Цюриха – третье место и Сингапура – четвертое место. А вот столица Японии, благодаря укреплению иены, поднялась на пятую позицию. Самыми дешевыми городами для проживания иностранцев стала столица Намибии, Винхук и Кейптаун в Южной Африке. Что касается городов СНГ, то самыми дорогими признаны Москва, Санкт-Петербург и Киев. Самыми дешевыми оказались Минск и Бишкек. Гене создали устройство, которое переводят со всех языков в реальном времени. Основатель и разработчик компании Индиго Эндрю О'Чао однажды встретил француженку, которая не говорила по-английски. Благодаря этой романтической встрече был создан портативный наушник-пилот. Устройство работает таким образом. Если ваш собеседник говорит вам на французском, в наушнике вы услышите перевод его фразы на родной язык, например, английский. А ваш собеседник, в свою очередь, будет слышать вашу речь по-французски. Переводчик-пилот состоит из двух наушников для двух собеседников – портативного зарядного устройства и приложения для смартфона. Сейчас переводы доступны на французском, испанском, итальянском и английском языках. В будущем компания планирует добавить славянские и восточно-азиатские языки. Беседовать с помощью наушников можно и в большой компании. Причем, даже если собеседники будут говорить на разных языках, каждый из них получит свой перевод. Спортивный автомобиль первого поколения от «Ягуар» недавним временем установил мировой рекорд, сделав 360-градусную мертвую петлю за день до его грандиозного дебюта на мотошоу во Франкфурте. За рулем новейшего «Ягуар» был профессиональный британский водитель-каскадер Терри Грант. Его рекорд был официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса. «Ягуар» сумел разогнаться на специально построенной конструкции, сделать самую большую мертвую петлю благодаря инновационным технологиям, которые были применены при его проектировании. Также в новом спорткаре от «Ягуар» была установлена первоклассная система безопасности, надежность которой уже была проверена во время выполнения сложнейшего трюка британским гонщикам. Как сообщает компания «Левередж Консалтинг», предварительный заказ на данный автомобиль был запущен по всему миру, поэтому счастливчики могут приобрести автомобиль своей мечты уже сегодня. Зарубежные новости подготовила Гульназ Мустафа по материалам интернет-ресурсов. Уральский общественный совет рассмотрел стратегию развития областного центра до 2020 года. Согласно проекту, город будет развиваться по восьми приоритетным направлениям, в числе которых бизнес, туризм, безопасный город, активный житель и зеленая экономика. В Уральске общественный совет рассмотрел стратегию развития областного центра до 2020 года. Согласно проекту, город будет развиваться по восьми приоритетным направлениям, в числе которых бизнес, туризм, безопасный город, активный житель и зеленая экономика. Последнему пункту уделяется особое внимание. Учли и предложение жителей. Озеленение города – одна из первых задач, которую хотят воплотить в жизнь, согласно программе развития города. Жители уверены, в областном центре имеются все условия для того, чтобы сделать город оазисом. В озеленение Уральска заинтересованы и предприниматели. Уже сейчас от них поступают различные предложения и интересные решения. За последние 10 лет население города выросло на 10%. Ожидается, что к 2020 году количество жителей Уральска достигнет 320 тысяч. Соответственно, возникает проблема увеличения бытовых отходов. Для ее решения местные власти планируют поставить переработку ТБО на поток. Концепции развития города тщательно рассмотрены и другие критерии волнующих горожан. Среди них улучшение качества коммунальных услуг, ремонт дорог, проведение в порядок автобусных маршрутов и остановок, а также профилактика и снижение преступности. В Петропавловске третьи сутки ищут девочку, упавшую в реку Есиль. Чрезвычайное происшествие случилось во время рыбалки. Девятилетняя Виктория была у воды вместе с дедушкой. По словам родственников, она подскользнулась и упала с помоста. Ребенка тут же унесло сильным течением. Водолазы обследовали 10-километровый участок реки, но пока безрезультатно. Спасателям помогают свыше 200 волонтеров. Неравнодушные горожане развернули на берегу штаб. Сюда привозят лодки, фонари, несут теплые вещи. Местные жители круглосуточно прочесывают окрестности в надежде найти девочку живой. Талантливый молодой скрипач Руслан Торунтаев встретился с воспитанниками Республиканского центра «Балдаурен». Он не только прослушивал выступления юных талантов, но и на правах старшего товарища отвечал на вопросы маленьких скрипачей. По его словам, он сам когда-то проводил здесь летние каникулы. Не забыли об этом и руководители учебно-здоровительного центра. Музыканту вручили премию «Жаз Патриот». В свои 18 лет Руслан уже дал 7 концертов в Мексике. В 2014 году он был удостоен первой премии конкурса имени Чайковского. После неоднократно выступал на больших сценах по всей Европе. Руслан признается, что в последние годы одержим проектом проведения большого концерта в Казахстане. Главный проспект Петропавловска кардинально меняет свой облик. На улице Конституции, которая считается пешеходной, началась масштабная реконструкция. Только на замену брусчатки из бюджета выделили 83 миллиона тенге. Здесь установят новый фонтан, появятся современные фонари, а вместо старых тополей высадят декоративные ели. Общую картину дополнят малые архитектурные формы, выполненные в национальном стиле. Над всем этим сейчас трудятся сразу три строительные фирмы. До дня города работы обещают завершить. Обзор новостей подготовлен по информации интернет-ресурсов. Впервые в Алматинской области представители масс-медиа вручили премию имени Сагандыка Танике. Церемония прошла в Доме журналистов Талдыкургана. Инициатором такого мероприятия выступил председатель Алматинского областного филиала союза журналистов Казахстана Мейрам Жанадилов. Ряд корреспондентов областных газет Агни Алатау, ЖТСУ, районных газет и телеканала ЖТСУ вместе с дипломами, ценными призами получили и книгу известного журналиста региона. У каждого пришедшего на церемонию вручения премии, как оказалось, есть своя история, связанная с Агандаком Танике. Кто-то непосредственно был учеником известного журналиста, а кто-то уже учился на его материалах. Сабит Биболов работал с Агандаком бок о бок. По его словам, он был образцом порядочности профессии. Своим опытом, поступками Танике учил нравственному поведению в журналистике, делится с Абитага. В этот день ученик известного корреспондента уже сам стал почетным журналистом Казахстана. Я с Агандаком работал в одной редакции в начале 60-х годов. Действительно отличный человек. Нас было 22 человека в редакции. Это были нелегкие времена, нехватка была во всем. Но несмотря на это, Сагандак с уравновешенным характером и отличными организаторскими способностями смог поставить работу на должный уровень. Вместе с тем, он был творческим человеком. И правильно сделали, что премию имени Сагандака учредили. Он достойный этого. Я хочу поздравить всех с праздником. А представителю областного филиала «Союз журналистов» выражаю глубокую признательность за такую инициативу. В Сагандакатанике общественность Алматинской области знает не только как журналиста, но и как поэта. На сегодня изданы три книги, куда вошли его лучшие произведения. Днем пропадал в редакции, ночами писал стихи, занимался творчеством. Рассказывает сын поэта и журналиста. Хочу выразить благодарность Алматинскому филиалу «Союза журналистов» за организованное это мероприятие, за то, что такое почтение к нашему отцу. Огромная благодарность. Вам желаю всего хорошего. Иногда задумываюсь, какой это большой, огромный труд. Так что я всем журналистам желаю больших успехов. Премия имени Сагандакатанике должна стать популярной. Со следующего года и формат награждения также будет усовершенствован, утверждает председатель Алматинского областного филиала «Союза журналистов Казахстана» Мирамжа Надилов. Дипломы, денежные премии и книгу автора получили в этот день ряд ветеранов журналистики. Корреспондентов областных газет ЖТСУ, Агни Алатау, телеканала ЖТСУ и районных газет. Наряду с этим им вручили и дипломы областного филиала «Союза журналистов Казахстана». Как отметили выступившие здесь акулы-пират, День работников связи и информации, это общенародный праздник, поскольку трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты. Учреждение премии имени известных журналистов, которых уже нет, это свидетельство, что добросовестный труд всегда будет в почете, говорят ветераны журналистики. Бульназ Мустафа, Мадиб Айбосынов, Хайрат Хастурганов, телеканал ЖТСУ. Настоящим испытанием на прочность для мотогонщиков стал эндурокросс. Он прошел в окрестностях Текили уже в четвертый раз подряд. В соревнованиях приняли участие любители экстрима и спорта Алматинской, Жамбулской, Уральской областей, а также городов Алматы, Талдокургана и Текили. Этот вид гонок на мотоциклах один из самых зрелищных. Он обещает стать очень популярным в нашей стране. О результатах соревнований расскажет Лилия Штогрина. Отличие эндуро от обычного мотокросса – стиль езды. Он требует от пилота особых навыков преодоления препятствий. Они бывают как естественные, так и искусственные. К примеру, на этих состязаниях экстремалам пришлось преодолеть почти вертикальные спуски и подъемы, а также камни и водные барьеры. Безусловно, говорят знатоки, здесь большую роль играет техника и победный настрой. В принципе, это все делается для популяризации, популяризации того же туризма, развития автомотоспорта, то есть привлечения молодежи к здоровому образу жизни, потому что это красочно, это заслуживает уважения. Потому что каждому гонщику даже просто пройти на выносливость отработать – это очень серьезный шаг. Всего в эндурокроссе приняли участие 44 мотогонщика. Гонки состояли из двух заездов по 30 и 40 километров. В первом испытания на прочность прошли более легкие машины с объемом двигателей до 30 лошадиных сил. Следующий заезд собрал более мощные мотоциклы. Отметим, чтобы участвовать в кроссе необходимы мотоциклы или квадроциклы, адаптированные к стилю эндуро, а также соответствующая экипировка с элементами защиты из легкого пластика и металла. А то, что это спорт для настоящих мужчин, участники соревнований доказали своими результатами. Чтобы добиться успеха, они на своих железных конях преодолели не одну сотню километров. Та атмосфера, которая здесь царит, она, наверное, несравнима с нашими местными гонками, потому что там все-таки более такой обособленный у всех стиль биоака, всей гонки. И здесь, конечно, совершенно другая добрая атмосфера. Я участвовал здесь в прошлом году. Я рассматриваю для себя эту гонку как тренировку и как повышение опыта, особенно в горных гонках, потому что текили – это горы. И очень как бы здесь все красиво, интересно, сложно и добавляют опыта с каждым выездом. Соревнования, прошедшие в классах Light и Open, вызвали настоящий восторг многочисленных зрителей. Среди тех, кто показал высокий класс езды на мотоциклах по пересеченной местности – Текилицы – Денис Киреев и Сергей Адамов. Наряду с местными мотогонщиками хорошие результаты у представителей Алматы, Тараза и Уральска. Победители и призеры примут участие в одном из этапов чемпионата страны по мотокроссу, который состоится в Астане в конце июля этого года. Лилия Штогрина, Ержан Дусенов, телеканал ЖТСУ. Звание чемпионов по итогам спартакиада государственных служащих Алматинской области седьмой год подряд завоевала команда областного Акимата. Эта дружина одержала уверенную победу в игровых видах спорта, мини-футболе, волейболе и баскетболе, стала призером интеллектуальных игр, а также соревнования по настольному теннису и бильярду. Завоеванные в упорной борьбе 368 очков позволили закрепиться на втором месте в этих соревнованиях команде Акимата города Талдыкурган. Третье место в общекомандном зачете заняла сборная Карасайского района. Среди сотрудников правоохранительных органов победили борцы с преступностью полицейские департамента внутренних дел, набравшие 440 очков. В тройке лидеров оказались также департамент КНБ и департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Нужно отметить, что участвуя в комплексных стартах, государственные служащие Алматинской области собственным примером призывают казахстанцев к здоровому образу жизни и активным занятиям физкультурой и спортом. Соревнования проходят на очень высоком уровне уже седьмой год подряд. Это спортивное мероприятие, в котором участвуют 27 команд со всех уголков Алматинской области. Проводится с целью реализации в жизни одного из важных направлений государственной политики, направленной на обеспечение и сохранение здоровья казахстанцев. Государственные служащие – лицо государства. Они должны быть не только профессионалами своего дела, но и поддержать хорошую физическую форму, стараться быть примером для остальных граждан нашей страны. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова